Доброе утро, товарищи трейдеры! Я вас приветствую на очередном еженедельном обзоре финансового рынка. Меня зовут Евгений Багураев. Мы сегодня с вами составим торговые планы на предстоящую неделю по валютным парам, CFD контрактам, золото, нефть, биткоин разберем, индекс SP500. Если будут какие-то вопросы, то обязательно их задавайте. Чат у меня будет на другом экране. Я буду видеть ваши вопросы и смогу своевременно на них ответить. На что же нам необходимо обратить внимание на этой неделе? Конечно же это четверг и пятница, как вы знаете, Рождество и соответственно очень многие страны будут выходными. Очень многие, это просто вот практически все основные страны будут выходные у всех Рождество, в четверг, в пятницу. Поэтому рынок может быть сложными пробитиями. Почему? Потому что просто там не будет крупного участника. Ну и соответственно для того, чтобы двинуть цену куда-то там вверх-вниз, достаточно будет выкупить маленький объем и цена может легко сдвинуться. Поэтому в четверг и в пятницу торгуем крайне осторожно. Рынок может быть непредсказуемый. Из-за чего? Из-за того, что нет основного участника. Но представляете, когда вот есть основная масса участников, а их в этот день не будет. То есть как может себя рынок вести? Ну нестандартно, как минимум. Поэтому четверг и пятница торгуем осторожен. Так, в принципе все стандартные новости, ничего такого прям. Единственное, что завтра, завтра в 12.30 ВВП по фунту. По Великобритании может конечно ВВП как-то сильно сдвинуть цену. Ну и кстати тоже завтра ВВП еще и по Соединенным Штатам Америки. Это уже в 16.30. А так самое главное, это четверг, пятница, Рождество. Торгуем осторожно. Итак, давайте я перейду на свой экран. И мы приступим к разбору. Напишите пожалуйста, слышно меня или нет. Если слышно плохо, то тоже напишите об этом. Хорошо слышно, замечательно. Ну и как всегда мы начинаем с анализа индекса доллара. Что же мы с вами видим? Ну на самом деле, вы знаете, я своему товарищу сказал, когда было выступление нашего президента, что ну вот теперь можно доллару идти вверх. И первое, что я сделал после выступления, это купил ETF на краткосрочные облигации, выраженные в долларовом хедже. На американские краткосрочные облигации. Почему? Потому что это такая традиция, да, после выступления рубль больше нет смысла держать. И соответственно доллар идет вверх. Поэтому такая вот была легкая возможность заработать деньги. Просто после выступления главы правительства взять и купить доллары. Что мы видим по индексу? Мы по индексу видим, конечно же, восходящее движение. Сегодня доллар явно растет. И вот в принципе мы сейчас уже находимся выше уровня 90.50. Ну и вот если цена закрепится выше данного уровня, то ожидаем восходящее движение в диапазон 91.10. Вот куда-то, куда-то сюда мы ожидаем восходящее движение. Ну и соответственно дальше уже идем по уровням. То есть пробили 91.10, закрепились. Дальше 91.47, 91.50. Ну и дальше вплоть до уровня 92.44. Дальше посмотрим. Опять-таки, если цена окажется опять ниже 90.50, то куда может спуститься цена? Ну куда-то в диапазон уровня поддержки. 89.66. Кстати, помните, я для вас рисовал ценовой канал на Викли, на каком-то большом таймфрейме. Так вот она его граница. Вот она граница того самого ценового канала, в принципе, куда мы и пришли и откуда мы отбились. А также, может быть, кто-то помнит, я для вас в пятницу делал торговый план по валютной паре, что-то у нас было. А, австралиец, швейцарский франк. И, кстати, я у вас спросил еще в чате, подходит ли вам такой сложный формат. Потому что не каждый готов смотреть такой глубокий анализ валютных пар. Хочется минимум информации и максимум действий. То есть, чтобы конкретно я написал, что нажмите на эту кнопку, получите результат. Но я решил попробовать. Не знаю, зашло, не зашло. Кстати, вот хотелось бы от вас услышать, кто здесь есть. Вообще, в принципе, такой формат, который я для вас сделал в пятницу. Он заходит или, ну его нафиг, лучше одной картинкой обойтись и как бы не заморачиваться в принципе. Просто, что я сделал? Я сделал полный анализ валютной пары. Полный это от максимального таймфрейма до практически минимального. И для чего я это сделал? Я это сделал для того, чтобы мы могли видеть перспективы. Потому что закрыть первую сделку на один к одному, это хорошо, это классно. И это приятно, что мы там можем закрыть один к одному и больше ничем не рисковать. Даже если цена развернется. Но ведь хочется вторую сделку удержать. Хочется по второй сделке заработать один к десяти, один к двадцати. Ну то есть, просто для того, чтобы у нас было положительное математическое ожидание, не более того. Просто, ну мы же не знаем, куда пойдет цена. Другие знают, но мы-то с вами не знаем. Ну, во всяком случае, вы знаете точно, что я не знаю, куда пойдет цена. И поэтому такой вот я решил сделать глубокий анализ. Как вы помните, он был из трех скриншотов. То есть, мы там разобрали и очень большой таймфрейм, и поменьше, и еще поменьше. И, в принципе, уже на маленьком таймфрейме, на третьем скриншоте уже был составлен торговый план. Буду стараться тогда, раз вам подходит такой анализ, буду стараться делать такой анализ, чтобы вам это было полезно. И опять-таки, чтобы вы учились смотреть на рынок шире, чем тот таймфрейм, который вы торгуете. Вообще, необходимо смотреть шире, потому что, ну, представляете, если человек торгует на М15, и он никогда не видел никакого другого таймфрейма, и просто торгует на М15. Я не думаю, что такой подход может дать положительный результат, честно. Вот я не думаю. Ну, может быть, это просто мое неправильное представление. Может быть так. Ну, это в любом случае мое личное мнение. Я понял, что вам подходит такой сложный формат, который был в пятницу. Буду стараться в будущем делать в таком формате больше торговых планов, чтобы мы могли видеть гораздо шире. Итак, что мы видим? 90.50 пока он, кстати, остается все-таки уровнем, который сдерживает, ну, сдерживает, пока он действительно сдерживает покупателей. Потому что, да, мы пробили, но мы здесь что-то пробивали, как бы и цена оказалась ниже. Закрепление цен выше 90.50 дает возможность для дальнейшего роста в диапазон 91.10. Ну, а дальше? А дальше может быть куда-то к верхней границе нисходящего ценового канала. В принципе, у нас здесь хороший ценовой канал, куда может цена, в принципе, сейчас и стремиться. Валютная пара евро-доллар. Что мы видим? Мы видим, что цена опустилась в диапазон скользящих средних. Это хорошо. Ну, вот что здесь плохо? Плохо то, что наклонный канал у нас будет крайне невыгодный. Вот максимально невыгодный наклонный канал, к сожалению, такая разметка. Ну, вот, единственное, что радует, что мы здесь находимся. Максимум находится здесь, потому что был пробит уровень 88.2. Поэтому, вообще, в принципе, максимум конструкции, это не вершина, которую мы видим визуально. Волна С формируется тогда, когда пробивается 88.2 от волны А. Ну, как мы понимаем, 88.2 это не 100. То есть, нам не обязательно пробивать сам максимум. Именно поэтому мы можем вот так вот ориентироваться. А вот у нас максимум, на самом деле, сейчас находится этой конструкции. Что нам надо для того, чтобы купить по текущему восходящему тренду? Тренд действительно восходящий. Кстати, обратите внимание, что отбились как раз от наклонного канала, который можно построить по этой конструкции. Итак, для того, чтобы купить, необходимо завершить эту конструкцию формированием восходящей конструкции. Давайте мы это разберем. Наклонный канал, получается, у нас здесь все равно, даже несмотря на то, что мы по правилам разметки, мы подвинули основание конструкции нисходящей. В любом случае, наклонный канал невыгодный. Именно поэтому мы не будем ориентироваться по наклонному каналу. Давайте перейдем на меньше таймфрейм, для того, чтобы сделать более подробный анализ конкретно вот этого нисходящего движения. То есть, меня сейчас интересует не что иное, как это нисходящее движение, больше, в принципе, ничего. Сейчас мне неинтересно. Итак, что мы видим? Мы видим, что у нас есть вниз волна А. Какого уровня эта волна А? Давайте с вами определим. Это конструкция уровня М15. Вверх волна В коррекция уровня М15. И вниз волна А, С, В, С и С. То есть, подволны волны С. Ну, давайте мы их сделаем просто меньшим уровнем. Нарисуем, ну, например, М10. А, С, В, С, С, С. Для чего я это делаю? На самом деле, сейчас это крайне важно для того, чтобы можно было составить торговый план. Потому что мы с вами уже определились, что невыгодно сейчас использовать наклонный канал. Потому что, если мы будем ждать пробития наклонного канала формированием восходящей конструкции, то это будет очень нескоро и покупка будет очень дорогая, которая будет иметь очень большой стоп-лосс. Представляете, нам нужно будет пробить наклонный канал, получить коррекцию, купить. То есть, на ловушке мы должны будем уже закрыть первый тейк-профит, перевести сделку без убыток. То есть, получается, что первая наша цель будет там примерно пунктов 20, при стопе пункта 80. Стоит такую сделку отрабатывать? 100% нет. Именно поэтому мы будем ориентироваться по пивоту 2 волны С. Это А, Б, А, С, Б, С, С. За пиво 2 волны С это основание волны С, С. Вот он, этот пиво 2, то самое основание. А для того, чтобы купить, нам необходимо волной А пробить пиво 2 волны С. После этого получить коррекцию волну Б. Коррекцию волну Б. И только после этого на пробитии максимума, если такой будет, мы будем покупать на формировании восходящей конструкции по текущему восходящему тренду. Вот такой у нас торговый план на покупку по текущему восходящему тренду. А я думаю, что сомнений в том, что тренд восходящий быть не может. Но он явно восходящий. Он явно восходящий. Мы сейчас подошли к уровню сопротивления по индексу и не более того. И это нормально. Коррекции должны быть в любом случае. Как без них-то? Торговый план на покупку мы с вами разобрали. На продажу на перевороте. Что значит на перевороте? На перевороте означает, что если мы не попадаем на волну С. То есть мы же что хотим, если мы покупаем? Мы хотим, чтобы вот это все было волной С. То есть импульсом. Импульсом по текущему восходящему тренду. Но если это оказывается коррекцией, то нам необходимо по этой коррекции построить наклонный канал. И на завершении этой коррекции формирование нисходящей конструкции продать. Построили наклонный канал по восходящей конструкции, на которой зашли в покупку. И продажи на формирование нисходящей волновой конструкции. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б. И продажи на формирование нисходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это не что иное вниз, как волна А. Вверх трехволновка, на которой вошли в покупку, это все-таки оказывается волной Б, волной коррекции. И вниз, соответственно, волна С. И мы продаем на подволнах волны С, то есть волной АС, пробиваем наклонный канал, завершая предполагаемую коррекцию. Получаем внутреннюю волну Б и на формировании нисходящей конструкции продаем. Если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно на минимуме, на ловушке фиксация 1-2 прибыли и перевод сделки в без убыток. Дальше натянули фибосетку на волну А. И уровень 138,2 по фибоначчи взяли в профит. Или, если хотите держать сделку более долго, в любом случае вы уже переведете сделку в без убыток, можете брать какие-то более значимые цели. Например, уровень 200 или уровень 161,8. Или, может быть, какие-то уровни поддержки и сопротивления. Валютная пара фунт-доллар. Что мы здесь с вами видим? Сегодня у нас такой нисходящий гэп. И сейчас цена идет вниз, но при этом тренд по-прежнему восходящий. Ничего на самом деле в тренде не изменилось. Это очевидно. То есть, тренд восходящий. Я думаю, что вы это видите. И сейчас цена находится просто в диапазоне скользящих средних. И это хорошо. Это хорошо именно для того, чтобы рассмотреть точку входа на покупку, а не на продажу. А потом мы уже будем продавать на перевороте, если это понадобится. Итак, давайте перейдем на меньшее время для того, чтобы можно было построить те самые инструменты, которые защищают конструкцию. Ну вот, в принципе, у нас наклонный канал. Я думаю, что мы наклонным каналом и обойдемся, потому что он здесь очень неплохо смотрится. Ну и, кстати, обратите внимание, вот на том же М30 цена находится в диапазоне перепроданности. Что тоже, в принципе, неплохо. Итак, для того, чтобы купить, необходимо волной А пробить наклонный канал. Или тоже по пивоту будем ориентироваться. Как думаете? Давайте, наверное, тоже по пивоту. Что-то я смотрю, что у нас здесь все будет настолько дорого. А вот у нас тоже пивот. Ну, на самом деле, сейчас очень похожая разметка по евро-доллару и по фунту-доллару. То есть, ну, они совершенно одинаковы. То есть, практически такое же движение. И даже пиво сформировался примерно одинаково. Вот что интересно. Итак, для того, чтобы купить, необходимо волной А пробить пиво два волны С. После этого получить коррекцию волну Б. И покупка на формировании восходящей волновой конструкции не ранее чем. То есть, сейчас покупать мы идем вниз, мы находимся в нисходящей конструкции. Поэтому, зачем покупать? Я думаю, что это будет, наверное, не совсем правильно. Итак, покупку мы с вами разобрали. Продажи на перевороте. То есть, если мы не идем вверх, как мы этого хотим, ну, соответственно, получаем в итоге коррекцию. То есть, мы хотим, чтобы это был импульс, а у нас получается коррекция. Строим наклонный канал по той самой восходящей конструкции, на которой мы зашли в покупку. И продажи на завершение этой восходящей конструкции формированием нисходящей волновой конструкции. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию Б. И продажи на пробитии вершины волны А. Как мы знаем, у нисходящей конструкции вершина будет находиться внизу. Почему? Потому что основание у нисходящей конструкции находится вверху. Ну, помните, да, старую русскую сказку, когда назначили умнейшим из умнейших и спросили у него, а где у палочки начало, а где у палочки конец, да? И он тогда ответил, что где палочка начала расти, там у нее начало, а где она закончила расти, там у нее конец. Как мы знаем, русские сказки очень многому учат. Поэтому вот здесь ровно то же самое, начало здесь, конец здесь. Соответственно, это и есть вершина нисходящей конструкции. И вот на пробитии вершины волны А мы и будем продавать на формировании нисходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет на откате В. В таком случае мы предполагаем, что это не что иное, как волна А. Вверх трехволновка это коррекция волна В. Ну, а вниз волна С, которая имеет подволны А, С, Б, С и С, в принципе, на которых мы и будем заходить. Если мы рассматриваем такую продажу, то обязательно на минимуме на ловушке фиксация 1, 2 прибыли перевод сделки без убыток. Ну, а дальше натянули фибосетку на волну А и уровень 138,2 по фибоначчи взяли в профит. Ну, или какие-то другие цели вы уже тут сами смотрите. После первого тейк профита можно и как-то по-своему поставить второй тейк профит, потому что вы все равно будете уже без убытки. Валютная пара американский доллар, канадец. Мы видим здесь очень сильное восходящее движение. Ну, почему? Потому что мы знаем, что индекс сейчас идет вверх. Ну, тот самый индекс доллара. Поэтому нам ничего не мешает рассмотреть продажу. Тренд общий какой? Нисходящий. Правильно? Ну, уже вниз. Сверху вниз. А значит, мы будем рассматривать, конечно же, продажу. Ну, а покупку будем рассматривать уже на перевороте. И, кстати, стахастик нам сейчас говорит о том, что явная перекупленность. Ну, а значит, действительно, может быть и сработает продажа. Продажа по текущему нисходящему тренду. Итак, волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и продали на формировании нисходящей волновой конструкции. Такая точка входа будет по тренду, по текущему нисходящему тренду. Ну, а покупка на перевороте, если не пойдем вниз, не дойдем до первого тейк-профита на ловушке, то что нам нужно сделать? Нам нужно будет построить наклонный канал по нисходящей конструкции и купить на формировании восходящей конструкции завершение той самой нисходящей конструкции. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию волну Б и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Вот такая у нас получается точка входа на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это не что иное, как волна А. Вниз трехволновка это коррекция волна B, ну а вверх волна C, которая имеет подволны A, C, B, C и C. Если мы рассматриваем такую покупку, то обязательно на максимуме, на ловушке, фиксация 1-2 прибыли и перевод сделки без убыток. То есть мы здесь фиксируем первый тейк профит и стоп-лосс переводим на уровень открытия сделки. Ну а дальше натянули фибосетку на волну A и уровень 138,2 по фибоначчи взяли профит. Валютная пара австралийский доллар, американский доллар, ровно та же самая картина. Везде все зависит от доллара и кстати именно поэтому я решил для вас провести завтра вебинар, где расскажу, что же такое кроссы и зачем они нужны. И почему кроссы торговать даже легче, чем мажоры. Поэтому обязательно завтра приходите на вебинар, вебинар будет 19.30, вход свободный. И там вы узнаете вообще, что такое кросс пары, как они рассчитываются, как их торговать, что лучше использовать, когда вы торгуете именно кроссы. И мы в общем говоря поговорим именно о кросс парах. Это завтра будет 19.30. Итак, что у нас по австралийцу. Ну наклонный канал здесь строить бесполезно, потому что наклонный канал будет практически горизонтальный. И ориентироваться как-то по такому наклонному каналу это просто самоубийство. Ну представляете, если мы допустим ничего больше не умеем, кроме как строить наклонный канал, то мы будем ждать конструкцию, которая завершит эту нисходящую конструкцию пробитием наклонного канала и в итоге войдем на самом максимуме. Ну это же бред, так делать нельзя. Это точно не даст никакого положительного результата, вообще никакого. Поэтому этого мы делать не будем, наклонный канал нас сейчас вообще не интересует. Давайте перейдем на меньше таймфрейм для того, чтобы попробовать найти пиво. Ну здесь на самом деле и пиво-то не очень. Тут вообще сейчас ситуация по австралийскому доллару против американского доллара, она не выгодная. То есть графически здесь ничего выгодного нет. Да, мы можем пойти вверх, можем пойти вниз, но вот выгодной разметки сделать сейчас здесь не получится. Поэтому на самом деле здесь можно одно единственное придумать хорошее, это войти на усеченки, если такая будет. То есть по-другому просто невыгодно, потому что ну вот такая поганая разметка получилась. Ну так рынок шел неудобно, так бывает. Поэтому если мы получим усеченную конструкцию, то есть получим коррекцию и вниз сходим, и будет волна С, это короткая. То вот как раз на завершение вот этой вот усеченной конструкции можно будет купить по текущему восходящему тренду. Вот это будет нормально. То есть вот у нас будет А, С, Б, С, С, ну вот это внутреннее. И мы уже здесь будем искать точку входа. Опять-таки это может быть тогда пятиволновая конструкция. Это будет А, Б, С, 4, 5. Ну скорее всего, кстати, так и будет. И тогда можно будет уже купить. Но я думаю, что, да в принципе сейчас сильно рынок не ходит, поэтому я думаю, что более точный торговый план я для вас сделаю в четверг. На обзоре, который я для вас записываю, и там мы как раз разберем австралийцы и американцы. А так вот, если пятиволновка на завершении пятиволновки, если не пятиволновка, а это А, С, Б, С, С, и будет соответственно устеченка, то по ней построим наклонный канал, и уже на формировании восходящей конструкции купим по текущему восходящему тренду. Сейчас я не могу рассматривать покупки, потому что конструкция не завершилась. И продажи не могу рассматривать, потому что у нас уже огромная волна С. Ну вот давайте я просто фибосеткой замерю текущую длину волны С. Замеряю фибосеткой, и мы видим, что мы уже дошли до уровня 200. Вопрос, а что вы от нее хотите? Если мы уже дошли до уровня 200, 200 по Фибоначчи это очень много. И, ну, наверное, она должна выдохнуться. Наверное, уже потенциала движения вниз мало. Но при этом мы можем просто сейчас топтаться во флете, набрать объемы и дальше пойти вниз. Поэтому по этой валютной паре сейчас вот таких вот ближайших торговых планов я построить не могу, потому что ничего хорошего здесь не вижу. Новоселандский доллар против американского доллара. Здесь, кстати, немного получше. Почему? Потому что наклонный канал у нас более-менее нормальный. Нормальный. Нормальный наклонный канал. С таким работать можно. А пивот здесь, в принципе, такой же, как и наклонный канал. Поэтому нет смысла ориентироваться по пивоту. Поэтому мы будем ориентироваться именно по наклонному каналу. Итак, для того, чтобы купить по текущему восходящему тренду, а по новозеландцу у нас тренд снизу вверх. Ну, значит, он восходящий. Соответственно, необходимо волной А пробить наклонный канал, получить коррекцию в волну Б и покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Ну, а продажи уже на перевороте не пошли вверх. Не пошли. То есть сделка открылась, конструкция сформировалась, а в итоге попали на волну Б. И, соответственно, на завершении этой волны Б мы будем входить в продажу. Конечно же, в продажу. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию в волну Б. И продажи на формировании нисходящей волновой конструкции. Что это за точка входа? Да все то же самое на откате Б. В таком случае мы предполагаем, что это вниз не что иное, как волна А. Вверх трехволновка это коррекция волна Б. Ну, а вниз, что? Вниз волна С. Вниз волна С. И мы заходим на подволнах волны С. Вот такая продажа мне нравится. Такая продажа имеет потенциал. Опять-таки, такая продажа нам дает возможность на ловушке зафиксировать одну-вторую прибыли. И перевести сделку без убыток. А если здесь сейчас запрыгивать, потому что здесь была большая свеча, это не серьезно. Опять-таки, если мы замеряем длину волны С здесь, то мы видим, что уровень 200 даже уже и пробили. Поэтому заходить в эту конструкцию я точно сейчас не хочу. Что у нас интересного по золоту? А по золоту у нас движение вверх. Как это ни странно. И мы с вами на прошлой неделе разбирали именно покупку. Как вы помните, мы с вами что делали по золоту? Мы его покупали. Почему мы его покупали? Да потому что это правильно. Мы делаем то, что делать правильно. Вот, в принципе, было пробитие, была коррекция и был импульс. То есть, мы разбирали эту точку входа, пошли вверх. И также на прошлой неделе мы с вами еще и серебро, как вы помните, тоже покупали. И по серебру мы взяли оба тейк профита. Второй тейк профит у нас был на уровне 138.2 по Фибоначчи. И когда мы в пятницу, да, кажется, закрыли. Или в четверг, или в пятницу мы закрыли тейк профит. Так что я вас поздравляю с полученной прибылью. Мы разбирали эту точку входа. Мы все-все-все подробно разобрали. Что нам делать, если будет так? Что нам делать, если будет так? То есть, мы знали ответ, в принципе, на любой вопрос. Что нам делать? Ну, ничего делать не пришлось. У нас просто отработалась точка входа. Та самая отложка, которую я ставил. И там никаких изменений, в принципе, не было. Сейчас, что мы с вами видим? Восходящее движение. Ну, это, в принципе, и правильно. Итак, строим наклонный канал по текущей восходящей конструкции. И ждем повышения волнового уровня. Почему нам надо получить повышение? Ну, потому что мы уже находимся в восходящей конструкции. То есть, мы уже находимся в конструкции, которая сформировалась. И для того, чтобы сформировалась конструкция большего волнового уровня, должна закончиться конструкция меньшего волнового уровня. Ну, то есть, требуется коррекция. Поэтому спускаемся вниз диапазон скользящих средних. И вот только у диапазона скользящих средних мы будем рассматривать покупки. Я за покупки. То есть, я сейчас все-таки выступаю за покупки, как и на прошлой неделе. Спустились вниз диапазон скользящих средних. И на завершении коррекции, которая будет, предполагаемой коррекции, которая будет, мы будем покупать на формирование восходящей конструкции. Ну, то же самое, что мы здесь сделали. Мы же здесь что сделали? Мы купили на завершении конструкции. Что нам нужно здесь сделать? То же самое. Просто повторить тот сценарий, который мы отрабатывали на прошлой неделе. И все. Волной А пробили наклонный канал, получили коррекцию в волну Б. И покупка на формировании восходящей волновой конструкции. Отличная будет покупка после коррекции. Что интересного по Эплу? Ну, вверх идет, в принципе. А что ему будет-то? Он же Эпл. Эпл падает вверх. Да, конечно, вы скажете, что это против той истории про яблоко, которая упала вниз, да, и появился закон притяжения. Но здесь вот он как раз падает вверх. Итак, как нам торговать Эпл? Да все очень просто. Получаем нисходящую коррекцию трехволновую в диапазон. И потом, только-только потом мы будем уже рассматривать. Вот видите, у нас никак еще не выровнится нормально график из-за сплита. Пока трудно делать хороший такой вот торговый план, чтобы прям разобрать большое, какое-то большое расстояние. Почему? Потому что, ну, вот если на H1 перейти, то вот он этот сплит. И как мы видим, в принципе, ну, в принципе, сейчас цена находится в диапазоне этого сплита. То есть, по большому счету, если мы будем ориентироваться по старым ценам, то мы где-то вот здесь вот торгуемся. И все. То есть, ну, ничего не изменилось. Не в хорошую сторону, не в плохую сторону. Просто вот как сплитанули, так и сидим на месте. Поэтому ждем коррекцию. Трехволновую коррекцию. И на завершении коррекции покупаем. Ну, здесь у нас была коррекция, мы купили. Правильно сделали? Правильно. Давайте сделаем еще раз правильно то же самое. Получим коррекцию. И уже на завершении коррекции будем покупать. Обязательно по коррекции построим наклонный канал. И волной А пробили наклонный канал. Получили волну Б. и покупка на пробитии волны А. Выгодная точка входа будет и опять-таки в хорошую акцию. А в Facebook, по Facebook у нас в принципе уже есть коррекция. Кстати, можно будет купить на пробитии уровня сопротивления 280.32. И сейчас, кстати, может Facebook расти, потому что время роста не мажоров, возможно, закончилась. И, соответственно, сейчас будут переходить в более безопасные активы. Ну и к ним относятся, конечно же, мажоры. И вот эти мажоры мы с вами и рассматриваем. Поэтому покупка выше 280.32, 100% под минимум 267.20. Можно, в принципе, поставить побольше, если депозит позволяет 258 ровно 100%. То есть так будет надежнее. А первая цель 289, следующая цель 297. Это что касается Facebook. Сберегательный банк сегодня открылся с ГЭПом вниз, но не может же он расти всегда. Ну, плюс там еще и исторический уровень сопротивления, который даже, кстати, был пробит. Вот. Вот он, этот уровень. И мы его совсем немного, немного, немного пробили. Но в итоге сильно пошли вниз. Обратите внимание, что, опять-таки, я вам сейчас показываю на живом примере, что необходимо анализировать большие таймфреймы. Это, ну, вот это вы могли увидеть, в принципе, на Викле. На Викле вы бы точно это хорошо увидели. Что мы здесь видим? Мы видим, что когда-то, в 2018 году, было сильное восходящее движение. Цена дошла до уровня 285 рублей за акцию. И после этого пошло нисходящее движение. И потом цена какое-то время топталась вот в этом диапазоне флета. Ну, такого огромного широкого флета. А что мы видим сейчас? Что цена дошла до того же уровня 285. Ну, немного пробила. 287 на 2 рубля стало выше. Ну, это нормально. На это вообще не надо смотреть. На эти мелкие пробития. Это не пробитие. Это просто ложные пробития. Потому что нужно было вынести стопы. Нужно было просто показать всем, что все, летим вверх. Пробили исторический уровень, летим вверх. Ну, пробить исторический уровень не так-то легко. Именно поэтому мы анализируем в том числе и большие таймфреймы. Отбились, пошли вниз. Куда нам ожидать движение? Куда-то в диапазон даже может быть 252. Ну, кстати, очень даже может быть туда и придем. А уже отсюда, от уровня 252 уже дальше опять вверх. Как вариант. Давайте подождем. Правда, может быть правда 252. Вот куда-то сюда. Давайте вот 252 и отсюда уже будем искать покупки на формировании восходящей конструкции. Хорошо? А просто это примерно нижняя граница канала. И я вот не готов. Я не готов сейчас входить в покупку. Потому что мы... Ну, я вам уже показал, здесь исторический уровень есть. И как-то его сильно игнорировать мне не хочется. От уровня 252 уже ищем покупки. Магнит. Ну, вот, кстати, магнит тоже проседает немного. И это хорошо. Потому что мы с вами когда-то магнит покупали, когда было дешево. Потом мы взяли по магниту паузу, потому что уже было дорого. Ну, в принципе, может быть и правильно сделали. Сейчас спускаемся в диапазон... Вот, кстати, обратите внимание, какое сильное расхождение на индикаторе весомый осциллятор. Здесь вообще супер классное расхождение. Поэтому давайте мы подождем, когда цена спустится. Ну, в принципе, отличная зона в диапазон 5000. Это отличная зона накопления. Вот отсюда искать бы покупку было бы просто на 5 с плюсом. Поэтому ждем коррекции, более глубокой коррекции. И уже после этой коррекции будем искать покупку на формировании восходящей конструкции. Вот, но сейчас я жду коррекцию. Нефть марки Brent. Очень сильно росли, но сегодня мы открылись с гэпом. С сильным таким гэпом и, мало того, еще и дальше продолжили падать вниз. Ну, это хорошо. Это хорошо для того, чтобы покупать. Нам бы еще ниже спуститься. Вот куда-то в диапазон... Давайте мы определимся с уровнями. Вот, отличный уровень. 49.75. Вот где-то, где-то от этого уровня мы уже можем искать покупки на формировании восходящей конструкции. Но, опять-таки, не забываем, что ABC должна быть обязательно. То есть, ну, так просто надежнее будет. А так, сейчас ждем снижения в диапазоне 49.75. Потом только покупки сейчас. Для меня еще рано. Мне нужно все-таки увидеть более глубокую коррекцию. И тогда я уже буду готов рассматривать покупки. Индекс SP500. Очень перегретый индекс. Несмотря на, казалось бы, да, пандемия. Все вроде как очень грустно и печально. Но при этом индекс у нас продолжал делать новые максимумы. И даже эту тень пробил, которая была и здесь максимум пробил. И здесь у нас до пандемии был максимум 3.400. Потом на пандемии очень сильно упали на 2.184. Ну и сейчас мы находимся уже максимум 3.729. То есть, ну, прям очень высокий максимум. Поэтому я предлагаю все-таки получить коррекцию. И эту коррекцию получить диапазон 3.545. И вот как раз от этого уровня это будет примерно нижняя граница восходящего ценового канала. Именно отсюда мы уже будем искать покупки. Вот это будет самое, наверное, разумное, что можно сделать. Да, может быть, это будет не так прям быстро, как хочется. Но зато, представляете, какая будет классная цена. И как хорошо мы сможем с этого заработать. Поэтому ждем коррекцию. Более глубокую. Ну, хорошо. Если даже не этот уровень, то в любом случае ждем нисходящую, нисходящую трехволновую конструкцию, явную нисходящую трехволновую конструкцию. И только тогда мы будем покупать. Вот получили трехволновочку вниз, хорошую нисходящую трехволновку. И покупка на формирование восходящей волновой конструкции. И завершение, и, конечно же, завершение нисходящее. Ну, то же самое, что здесь мы с вами делали. Вот была коррекция. И здесь мы А, Б, С покупали, пошли вверх, на ловушке закрыли одну вторую, перевели сделку без убыток. Ну, просто вот можно уже каким-то стишком рассказывать одно и то же. Такой рэпчик зачитать, да, по правилам торговли. А, Б, С купили. После коррекции. Что же у нас происходит по биткоину? Мы с вами, конечно же, рассматривали покупки. Ну, понятно, почему мы рассматривали покупки. Потому что биткоин идет вверх. Мы хотели получить коррекцию в диапазон скользящих средних, но он настолько оказался сильный, что коррекцию он просто не дал. Биткоин сделал новые исторические максимумы. 23 800 он не стоил никогда. То есть, такого не было, не было, просто не было. А сейчас это есть. Вот у нас был максимум по цене 19 700. Теперь у нас максимум по цене 24 278 за одну криптомонету. Это очень-очень-очень дорого. Это просто жесть. А как нам торговать сейчас только после глубокой коррекции? В диапазон скользящих средних. Ну, ребят, ну, 24 косаря в зелени. Ну, я все понимаю, но я сейчас не готов. Ну, здесь еще что-то. Вот здесь мы с вами отлично отработали тогда покупку. Просто шикарно. Вот просто на 5 с плюсом, понимаете. У нас была хорошая цена в диапазоне скользящих средних. То есть, ну, вот то, что мы любим. То, что мы любим, то, что нам дает возможность заработать. Но сейчас мы находимся далеко и такая цена, что здесь даже очень трудно ставить цели по той причине, что никогда не было тех цифр, которые бы нам ставить. А вот если мы зайдем на завершение коррекции, тогда мы сможем на максимуме зафиксировать одну-вторую прибыли, перевести сделку без убыток. Дальше ее как-то тралить или какие-то цели поставить. Вот. Ну, у нас уже будут какие-то цели. Мы их сможем как-то увидеть, эти цели. А как можно увидеть то, что вы никогда не видели? Ведь мы не знаем, что эта монета может стоить больше, потому что она никогда столько не стоила. Так что после коррекции, после глубокой коррекции трехволновки на формировании восходящей конструкции, именно покупка. А у меня на этом все. Если у вас есть вопросы, то я на них с удовольствием отвечу. Если нет вопросов, то предлагаю приступать к торговле. Отлично. Вопросов нет. Я вам желаю прибыльной торговой недели. Зарабатывайте вместе с нами. До новых видеообзоров. Пока.